МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Ну, наверное, сегодня самый актуальный вопрос, все ли школы откроют свои двери 1 сентября, потому что ремонтов было проведено много, есть и нашумевшие школы, и так результат какой. Да, приемка завершена на сегодняшний день. 100% школ откроют свои двери в этом году для учеников города Самары. Конечно, 81-я школа наша, многострадальный наш главный объект, там приемка совершится 31 числа. Но, тем не менее, дважды в неделю там проходят большие рабочие планерки, и мы вчера там были, конечно, школа будет открыта. И вопросы безопасности тоже очень многих волнуют. Как бы у нас все спокойно, хорошо не было, и все-таки, вот какое внимание уделяется? Ну, вы знаете, когда происходит приемка школ, это достаточно солидная комиссия, комиссионно осматриваются школы, в том числе там есть представители и УВД, и ГИБДД, и Госпожнадзора. И их главная задача как раз отследить, проконтролировать уровень безопасности школ. Поэтому они нам расслабляться не дают, поэтому, конечно, и АПС во всех школах сегодня исправна, и кнопка тревожной сигнализации работает, и пульт 01 у всех находится в рабочем состоянии. Хотя, конечно, безусловно, всегда есть над чем работать, совершенствовать. И у нас еще есть часть школ, где мы продолжаем работать по ограждению периметра, и есть часть школ, где мы еще дополнительные какие-то меры принимаем по безопасности. Как обычно, в сутки, в последние, перед началом нового учебного года, перед первым сентября, будет круглосуточное дежурство представителей полиции, обеспечено в школах. После всех ремонтных работ, где проходили ремонтные работы, будет обследование полиции по завершению ремонтных работ, после того, как рабочие уйдут. То есть, конечно, эта безопасность, она обеспечивается, и не только нами, но и надзорными органами. Есть такое понятие еще, информационная безопасность. Вот очень интересно, о чем здесь идет речь, вот что это за... Ну, на сегодняшний день речь идет, конечно, в первую очередь, о тех сайтах, которые не должны попасть в поле зрения учеников, особенно в школьных компьютерах. Есть специальная программа, есть специальный контроль доступа для таких сайтов, и для того, чтобы дети, открывая интернет, а так как все больше и больше школы сегодня информатизированы, у них все больше и больше возможностей на уроки, во время внеурочной деятельности, во второй половине дня, да, самостоятельно подойти к компьютеру и открыть его. Ну, за этим тоже тщательно следит прокуратура, дважды в год проверяются школы на предмет обнаружения запрещенных сайтов, поэтому эта работа в рамках информационной безопасности тоже сегодня в школах ведется. Время идет, все меняется, появляются новые тенденции. И вот еще одна из последних, что не все ученики сегодня стремятся продолжать обучение в 10-11 классах, что вот появляется больше желающих после 9-го уже перейти в какие-то училища, такие профессиональные, более тематические учебные заведения. Вот это чем обосновано? Во-первых, вы согласны с этим? Вот эта тенденция существует? Во-первых, уже нет понятия профессиональные училища. У нас сейчас в стране начальных профессиональных образовательных организаций не существует. Так называемые СПО, средние профессиональные образовательные организации. И тенденция эта, она не только в городе, она по стране в целом, в какой-то степени выражает, отражает общий подход к вопросам образования, к вопросам профессионального самоопределения и к вопросам дальнейшего получения образования школьниками. Конечно, не секрет, что рабочих профессий не хватает. Не секрет и то, что рабочие профессии сильно изменились, и это уже не просто там человек, я не знаю, с молотком и напильником, да, это уже человек, который управляет и станками с числовым программным управлением, это и высоко квалифицированные токари, слесари, которые сейчас, конечно, необходимы производству. Это и развитие вообще производства, производственных технологий, производственного кластера в городе Самаре, в Самарской области. И эта работа в том числе и педагогов по профессиональному самоопределению учащихся. Есть дети, которые достаточно рано уже осознают свой путь, да, свою профессиональную направленность, и этому способствуют и результаты итоговой аттестации в девятых классах, потому что итоговая аттестация в девятых классах сейчас выглядит достаточно строго, и минимальный порог, который должны преодолеть девятиклассники для того, чтобы получить аттестат, он очень сильно повышен, надо выполнить восемь заданий, а в том году было только пять, вот по той же математике, например. Образуется достаточно большая группа учеников, которые по итогам экзаменов понимают, что требования к образованию в десятых, одиннадцатых классах для высшего учебного заведения действительно высоки, и не лучше ли правильно сориентировать себя сразу для получения профессии, тем более что эти профессии сейчас востребованы, хорошо оплачиваются. И, конечно, мне кажется, учреждения среднего профессионального образования сейчас будут переживать такой расцвет, бум. Это в том числе и очень хорошие дети с хорошими результатами, которые просто более рано, так сказать, свое видят профессиональное самоопределение, и в рамках вот сегодняшней, ну, непростой такой экономической ситуации хотят как можно скорее начать работать, зарабатывать. Вот все эти тенденции, да, ведут к тому, что число девятиклассников, которые не идут в десятый класс, а поступают в учреждения среднего профессионального образования, становится все больше, и это знак хороший, он совершенно как бы правильный. Это своевременно, потому что произошел у нас недавно перекос в сторону тех, кто получает высшее образование, и потом просто не может тут не устроиться. Конечно. И ведь сейчас эффективность вузов, она определяется в том числе и тем, с каким количеством баллов поступают туда выпускники. Если вуз берет выпускников, чья общая сумма баллов равна там 125-130, то есть это понятно, что это неэффективная подготовка, и это значит, что стартовые возможности у такого студента низки. И сейчас для вузов даже важно, чтобы дети поступали даже на платное отделение, но с высоким количеством результатов. И поэтому так происходит вот такое вот, я не назову это отсеиванием, да, а правильным, наверное, таким целесообразным перераспределением вот этих вот потоков студенческих, ученических. Но главное, что в школе уже ведется такая профориентационная работа, что тоже для меня стало удивительно. Потому что мне кажется, что школа – это вот предметы, и все. Сейчас вообще школа переживает расцвет профориентационной работы. Помните, когда-то это действительно было одним из направлений работы и классных руководителей, и учителей-предметников. Потом на какое-то время эта работа ушла в тень. А вот сегодня перед нами задачу ставит и губернатор, и глава города, и вообще просто время ставит перед нами такую задачу. Ученики, выпускники, студенты должны оставаться в городе, должны наполнять производственные предприятия, да, те предприятия, которые вот сегодня нами позиционируются как предприятия с передовыми технологиями, с серьезным будущим, да, вот, например, аэрокосмический кластер. Конечно, мы должны их наполнить молодыми, амбициозными инженерами, технологами. Поэтому мы сейчас очень большую работу проводим по профориентации, в том числе с ориентацией именно на производство будущее, на будущую работу в Самарской области, в городском округе. Ну, этот вопрос обсуждался и на уровне главы города. Я предлагаю посмотреть сюжет, ну, а потом мы продолжим разговор. Рабочие профессии на пике популярности. Все больше выпускников девятых классов отказываются от идеи продолжать образование в школе и поступают в средние профессиональные учебные заведения. Причем временно раздумья еще есть. Вступительная кампания сдвинулась на середину сентября. У нас увеличилось количество детей, которые не идут в 10 и в 11 класс, а идут в учреждения среднего профессионального образования, что, безусловно, правильно, конечно же. Раньше получают специальность, раньше начинают работать, раньше осознают себя взрослыми людьми и готовы к такой уже полезной деятельности, где они будут успешны. Выпускники 11 классов окончили школу с блестящим результатом. Средние показатели ЕГЭ выше, чем по области. Лучше всего выпускники знают русский язык. А 84 человека получили высший балл. Четверо из них сразу по двум предметам. Более 600 выпускников получили медали. Абсолютное большинство из них поступили в самарские вузы. Это тоже говорит о том, что политика, которая проводится в губернии, в частности по объединению вузов, по укреплению и созданию единого образовательного центра, как научно-исследовательский университет, она крайне важна. И понимание этих изменений объективных, оно как бы проникает в умы все большего количества людей. Глава администрации города Олег Фурсов отметил также, перед городскими властями стоит серьезная задача – обеспечить качественное образование детей. В этом году количество школьников увеличивается на 3,5 тысячи. Лилия Викторовна, а вот что касается педагогических работников, вот эта тема нехватки, неукомплектованности сегодня существует или нет? Или школы все укомплектованы? Нет вакансий? Вы знаете, вакансии время от времени, конечно, образуются, это нормально, но все эти вакансии, они не критичны, потому что за счет перераспределения часов, нагрузки директор, конечно, это регулирует. У нас на сегодняшний день есть школы, где вообще нет вакансий, и есть, конечно, некоторые вакантные должности, как всегда, наиболее популярные – это учитель русского языка, учитель математики, учитель начальных классов. Ну, это те предметники, которых в школе всегда больше всего. Благодаря этому можно и быть с ситуацией, если образуется вакантное место, да, перераспределение часов. Я бы сказала так, мы бы, наверное, не стали говорить, что не хватает учителей, а вот то, что не хватает хороших, да, хороших, ярких, талантливых. Конечно, хотелось бы, чтобы их стало больше. Ну, вот сейчас, вы знаете, вот в условиях новых экономических в нашем городе мне виден вот такой перелом. Все больше молодых людей, в том числе молодых мужчин, приходят у нас в школы, потому что это стабильная зарплата, это социальные гарантии, это, как мы все время пытаемся внушить молодежи, это очень уважаемая, да, почетная, социально-статусная профессия, потому что учитель – это человек, который уважаем всегда, и мы возвращаем сегодня ему вот эту вот высокую планку. Поэтому у нас 13% педагогов – молодые педагоги до 30 лет. Здесь сыграла роль, конечно, и там материальная поддержка, которую оказывает Самарская область по инициативе губернатора. Это 5 тысяч ежемесячно молодому педагогу доплачивает Самарская область. И молодые педагоги в школу стали идти больше, это тенденция отрадная. Ну, тем не менее, конечно, вакантные места есть, поэтому еще раз тем, кто молод, амбициозен, у кого есть педагогическое образование, кто хотел бы быть в центре, в гуще событий, и кто хотел бы своими руками, своим интеллектом формировать нацию, ее будущее, мы приглашаем в школы. Ну, хороший пример. Сергей Кочерешко, по-моему, да, который представлял и область, Самарский учитель, который стал учителем года. Действительно, мужчина, пожалуйста. Молод, умен и инициативен. А вот вообще тема профессионального подготовки, совершенствования педагогов. Вы сказали, что вот даже вот не в количестве, а в качестве плюс. Вот как она сегодня реализуется? Какие есть возможности? Ну, сейчас есть небольшие изменения в течение последних лет. Раньше у нас каждый раз в пять лет педагог должен был повышать свою квалификацию. При желании мог бы сдавать на высшую категорию, на первую категорию, либо просто подтверждать свою квалификацию. Сейчас срок этот уменьшился, это теперь три года, раз в три года у нас теперь педагоги повышают квалификацию. И если раньше мы говорили о том, что это по желанию, если вы хотите свою квалификационную категорию улучшить, то теперь мы говорим о том, что это обязанность педагога раз в три года пройти повышение квалификации, переподготовку. У нас на это работает несколько вузов, начиная с нашего городского центра развития образования. Они имеют государственные задания на такую переподготовку, лицензию. Это, конечно, и Самарский институт повышения квалификации, это и ряд, это и педагогический вуз, и государственный университет. То есть предложения разные есть в городе. И педагоги, в общем-то, не испытывают затруднений в том, чтобы такую квалификацию, переподготовку пройти. Конечно, для нас важно еще и то, чтобы педагоги в живом общении свой уровень повышали. Поэтому мы стараемся и для руководителей, и для педагогов какие-то планировать стажировочные площадки, обмен опытом на семинарах внутренних. Очень большой популярностью, конечно, пользуются вот такие вот поездки по обмену. Хотя вот они не так просты, да, это и материально затратно. Но, тем не менее, очень многие руководители знают, как это повышает мотивацию. Потому что мотивация для педагога – это главное на самом деле. И вот в кругу людей, подобных себе, педагог всегда эту мотивацию, безусловно, повышает. Поэтому сейчас еще и большое внимание уделяется. И, кстати, сейчас этот регион очень активно тоже пропагандирует и занимается методическим объединением. Когда внутри своего сообщества, учителя русского языка, да, учителя математики, внутри методического объединения тоже постоянно обмениваются опытом. Это даже, на мой взгляд, более важно, чем просто прослушивание лекций в объеме 72 часов для того, чтобы получить корочку. А это вот реальный обмен, реальная мотивация. Мы вот стараемся пропагандировать эти формы повышения квалификации. Да, интересно. Ну, а теперь перейдем к самим школьникам. Вот какое-то время назад была очень актуальна тема школьной формы. Скажите, как решилась эта проблема сегодня, как люди одеваются в школы? Все новое, это хорошо забытое старое, да. И когда-то, когда мы отказывались от формы в 90-е годы, нам просто вот этот воздух свободы, который был в каждом каком-то движении нашей души, в том числе он проник и в школу, и ходили дети просто как на праздник, да, и в пайетках, и в драных джинсах. Это время, конечно, ушло. Но, тем не менее, мы даем школам право самим, совету школы, высшему органу школьного управления, самим выбрать, какая это будет форма. И стараемся, конечно, следовать нескольким принципам. Ну, понятно, что она должна быть гигиенична, понятно, что она должна соответствовать возрастным особенностям. Она должна быть недорогая, мы сейчас очень много об этом говорили с руководителями. Она должна быть, конечно, по карману родителям. Ну, и она может различаться для малышей все-таки одна, для старшеклассников другая, с учетом вот таких возрастных особенностей. Каждая школа самостоятельно определяет, как будут выглядеть ребята. Ну, все-таки демократические моменты здесь есть. Школа сама определяет. Но, тем не менее, наличие формы сейчас тоже, да, является обязательным. И тема дополнительного образования. Вот раньше были группы продленного дня в школе, вот особенно для младших классов. Сегодня это все существует? И на каких условиях? Насколько это затратно для родителей? Конечно, дополнительное образование сегодня переживает такие инновационные изменения по нескольким направлениям. Начну, наверное, все-таки с содержания. Вот сейчас мы очень много работаем в направлении профессионального самоопределения, да, и доп. образования сегодня мы тоже ориентируем на такую работу. Прекрасно, когда мы эстетический вкус вырабатываем у детей, когда мы занимаемся вышиванием, макраме. Но все-таки сегодня мы хотели бы наше дополнительное образование к профессиональному подтянуть. Поэтому технические пружки технического творчества. Какие-то секции авиамоделирования, судомоделирования, робототехника, беспилотники. Вот мы сейчас увеличиваем количество таких кружков. Вместе с такой, как бы, тенденцией, с такой работой в школу, в учреждение дополнительного образования приходят мужчины, да, потому что это мужская работа, и мы здесь, в общем-то, убиваем двух зайцев. Но для такой работы требуется и материальная база определенная. Это тоже, в общем-то, предмет нашей заботы. Это с одной стороны. С другой стороны, вы знаете, что экономические, я уже сегодня несколько раз говорила, да, экономические условия непростые. Ситуация складывается достаточно жестко в режиме вот такой жесткой экономии. Но на помощь нам сейчас приходит новый федеральный стандарт, это внеурочная деятельность, вторая половина дня. Вот эта внеурочная деятельность в рамках второй половины дня, она оплачивается из федерального бюджета. Какая-то часть доп. образования перетекает туда, но наша задача ни в коем случае не потерять вот тот, ну, это процент охвата, он указом президента, кстати говоря, запрограммирован. Мы говорим о том, что к 2020 году в стране 75% детей должны быть охвачены дополнительным образованием. Ну вот мы сегодня в Самаре можем с гордостью сказать, что мы эту цифру уже держим, и во многих отраслях дополнительного образования она у нас даже выше, потому что мы даже в трудные годы удержали эти кружки, эти секции, эти центры, не потеряли их за счет бюджета городского. Это была солидная в те годы, достаточно солидная поддержка. И сегодня вот там, где, может быть, другие города, регионы только, так сказать, подтягиваются к решению этой проблемы, мы, я думаю, с ней уже справились, нам осталось только ее удержать. Удержать, не потерять, ну и, конечно, наполнить новым содержанием. А воспитательная функция школы, ну помимо профориентационного направления, в чем сегодня заключается? Потому что это тоже тема, которая становится то актуальной, то как бы забывает вот эти моменты. И особенно сегодня вот много уделяется патриотическому воспитанию, тоже вот опять же в связи с чем и в каком направлении вы работаете, педагоги. Ну, вы знаете, если мы сейчас посмотрим на систему воспитательной работы школы, она охватывает, ну, абсолютно все области деятельности. Мы говорим о том, что наши дети должны быть вовлечены и в активную патриотическую деятельность. И она у нас никогда не прекращалась, но, конечно, в этом году в связи с подготовкой к 70-летию Победы она у нас приняла просто, вы знаете, такой всеобъемлющий характер. И это действительно приятно осознавать еще и то, что это все было искренне, это все было по-настоящему. В этом не было никакого начетничества, формализма, и каждая школа настолько стремилась, вот, чтобы в этой деятельности были охвачены все дети. И чтобы здесь была вот эта вот внутренняя потребность, да, ощутить себя, так сказать, патриотом, историю своей страны ощутить как великую. Что я думаю, что все педагоги заслуживают вот огромных слов благодарности за эту работу. Работаем очень активно сегодня и с экологической проблематикой. Это связано, конечно, с тем, что мы живем в городе-миллионнике, с большим количеством предприятий, с экологическими проблемами. И стараемся экологические наши проекты тоже развернуть, повернуть в сторону того, а как сделать так, чтобы наш город был чище, да, чтобы в нашем городе жить было комфортно и экологично. Это и исследовательская работа, и волонтерская работа. Волонтерская деятельность у нас тоже сегодня переживает вот такой новый ступень, новый этап расцвета, потому что это и волонтерская деятельность помощь нуждающимся, старикам, гражданам, которые с ограниченными возможностями здоровья. Это и вот волонтерская деятельность на благо города, в частности, экологическая. Это и такая волонтерская деятельность, ну, вожатская, как раньше мы говорили, с малышами, да. Это и подготовка к чемпионату мира, когда наши ребята как раз, кто сейчас старшеклассники, к 18-му году будут уже студенты. И они у нас уже эту волонтерскую деятельность, экскурсионную, да, какую-то такую вот по оказанию помощи во время массовых мероприятий, организационную такую, техническую поддержку. Они у нас сегодня уже вот этим всем занимаются. Эстетическая деятельность очень развита, огромное количество в школах, несмотря на трудности наши и кружков, и хореографических коллективов, творческих, певческих. Ну, хороший педагог знает, только если ребенок занят, мы можем быть за него спокойны, да. Как только у ребенка появляется свободное время лишнее, которое ему нечем занять, так сразу его тянет каким-то, в кавычках, подвигом, да, которые могут во что угодно вылиться. Поэтому любой педагог знает, что лучше он потратит время на то, чтобы занять ребенка, чем потом будет тратить время на то, чтобы каким-то образом, так сказать, возвращать его к нормальной жизни, к хорошей и качественной такой деятельности, что ли. Вот вы упомянули уже чемпионат мира по футболу в 2018 году. А какие возможности есть у школ спортивную свою сферу расширять, улучшать и так далее? Появляются ли новые вот в связи с этим события? Да, вы знаете, вот вчера буквально было у нас большое августовское совещание директоров, и на нем мы рассматривали приоритеты развития, приоритеты деятельности школы. И одно из них это как раз создание условий для занятий спортом, физкультурой, вовлечения как можно большего числа детей в эту деятельность. Только в этом году, вот сейчас за лето, благодаря Министерству спорта областному, мы установили еще семь спортивных площадок на территории школ. До этого в прошлом году было четыре площадки, в позапрошлом году было несколько площадок. У нас неуклонно с каждым годом повышается количество спортивных площадок на территориях школ. Ежегодно несколько спортивных залов мы ремонтируем, капитальный ремонт спортзалов осуществляем. Стараемся держать количество наших дюз, то есть детских, юношеских спортивных школ, где ребята могут бесплатно получить вот такие вот навыки какие-то спортивные и ходить в эти секции. Сейчас существует несколько больших всероссийских проектов по указу президента, так называемые президентские игры, спортивные, президентские спортивные состязания. Потом мы в области вернули зорницу, и у нас сейчас проходит соревнование по зорнице, очень активное тоже, вот вы знаете, такой расцвет этой темы. У нас есть несколько проектов, например, «Лето с футбольным мячом», который тоже очень активно проходит. Поэтому мы сейчас говорим, да, об вовлечении как можно большего числа детей в спортивную деятельность. Это ведь тоже один из приоритетов губернатора, да, и у нас есть и спортивные площадки не только на территории школ, но и общедоступные городские. В частности, вот в нашем ведении находится большой стадион в парке Гагарина, который тоже был отремонтирован в прошлом году, он уже почти такой профессиональный большой футбольный. У нас там есть в парке Гагарина баскетбольная площадка, волейбольная площадка, именно детские. У нас там есть так называемый автогородок, где велосипедисты у нас свои соревнования проводят. То есть, конечно, инфраструктура городская все больше и больше ориентирована на то, чтобы подростки, дети были бы заняты, вели бы здоровый образ жизни. Ну вот, как раз вы сказали, такое стратегическое направление задали. У нас есть стратегия развития города до 2025 года. И вот хотелось бы уточнить, как сфера образования туда вписывается. Что будет, что изменится к 2025 году? Мы уже с вами почти рассказали об этом, потому что в рамках стратегии города наша часть называется дополнительное образование. И как раз вот то, что связано с развитием аэрокосмического кластера, является приоритетным. Это развитие новых форм дополнительного образования робототехники, это беспилотники. И вот сейчас мы как раз активно этим занимаемся, потому что мы с вами начали говорить одно с другим, безусловно, связано. Понятно. Ну еще вот актуальная тема, не знаю, насколько она актуальна сегодня, это зарплата учителей. Все-таки вот есть такое, что мало получают. И такой труд тяжелый, трудный. Ну, вы знаете, вот... Что-то меняется. На мой взгляд... А что поощряется? На мой взгляд, зарплата учителей достаточно адекватна. Их усилим и достойна. Мне кажется, что сегодня, когда вот мы подняли зарплату, у нас по городу Самаре, кстати, самая высокая средняя зарплата по Самарской области, потому что у нас помимо норматива, который существует федеральный, от количества учеников, у нас еще есть свои городские обязательства по отдельным ставкам, скажем, вот музейная работа, да, работа ГПД и так далее у нас финансируется из средств, из бюджета городского округа. Это дополнительные средства, которые еще больше добавляют среднюю зарплату учителя именно в городском округе. У нас сегодня 27-28 тысяч средняя зарплата у педагогов по городу. И уже давно педагоги перешли на принцип стимулирующей надбавки. Это когда помимо основных часов, которые оплачиваются, педагог еще и получает стимулирующую надбавку за качество своей работы. Существует так называемый лист эффективности, где педагог за год вносит при помощи завуча, при помощи председателя методического мнения свои успехи. Вот мы говорили о приоритетах. Я, наверное, еще подчеркну один из самых больших приоритетов сегодня в работе. Это поддержка, выявление и сопровождение одаренных детей в самой разной сфере. Вы знаете, что здесь и большие губернаторские премии существуют для тех, кто подготовил победителей в олимпиадах, в конкурсах. И учителя получают и доплаты внутри стимулирующей надбавки за такую работу. Это и по результатам ЕГЭ. Это и за работу, скажем, с трудными детьми дополнительную. Это и... Ну, здесь важно сказать, что стимулирующая вот эта вот надбавка, она, конечно, разнится. Она может быть разной, но именно она и определяет, собственно говоря, доплату за качество. Главное, что есть такие возможности. И сегодня критерии успешности, эффективности учебного заведения как-то меняются? Вот в чем они выражаются? Ну, конечно, когда приоритеты становятся ясны, отсюда и эффективность учреждения тоже оценивается, да. То есть сегодня вот для нас как раз важным является ориентация школьников на профессиональную подготовку, на выбор профессии. Сейчас этот критерий будет внесен дополнительно. Это, конечно же, всегда результаты ЕГЭ, это выявление и поддержка детской одаренности, это, как я уже сказала, создание условий для занятий спортом. Вот все эти направления, которые мы с вами обсуждали, но их не так много, их вот 5-6, как раз они и ложатся в основу оценки эффективности учреждения. Ну, 1 сентября – это особенно торжественный день для первоклассников, для родителей. Вот хочется, чтобы вы пожелали в конце уже нашей беседы и первоклассникам, и родителям, и, может быть, выпускникам тоже вот что-то, что важно очень знать накануне нового учебного года. Дорогие родители, коллеги, ребята, наступает новый учебный год, и от каждого из нас зависит, будет ли он для нас радостным, наполненным открытиями новыми, или заставит нас грустить о том, чего мы не сделали. Поэтому я бы пожелала каждому подумать о том, что он может вложить в это образование, начиная с первоклассника, который должен уже понимать, что его образование – это его будущее. Родители, которые должны понимать, что вкладывать в образование, я не имею здесь в виду, конечно, денежную составляющую, да, а тратить время вместе с ребенком готовиться, помогать ему определить какие-то приоритеты, не жалеть на это, да, какого-то вечера семейного – это очень важно. И еще хочу пожелать всем радости. Вот учеба – это все-таки, несмотря на то, что это труд, но это все-таки радостный труд, связанный с открытиями, с новыми, с появлением новых друзей, с мечтой о будущем. Вот хотелось бы, чтобы вот так воспринимался учебный год. Очень интересно вот это отношение как к радости, к учебе, к процессу. Нужно обратить на это внимание в отношении своих близких. Спасибо огромное за то, что пришли к нам накануне 1 сентября. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok